Вопрос такой вопрос. Вы приведете к слабо-турбулански соображения размеров. Можно ли эти спектры получить как точное решение по эпичному разуму? Можно ли спектр Калмогорску 5.3 до 7 для турбулански также получить как точное решение некой приближенной системы статистического разума? Это просто стандартный гидродинамический подход, когда все делается из соображений размерности. В общем случае точное решение, насколько я знаю, получить на данный момент не важно. Для слабо-турбулентности точно можно. А вот для сильных, Саш, может ты прокомментируешь? Саш, скажи несколько слов тогда. Только сюда. Сюда только. Помимо тех подходов, которые говорили докладчики, существует еще подход, введенный в 60-м году Уальтер, который ввел в рассмотрение так называемую диаграммную технику, который оперирует со вторым моментом поле скорости и с функцией Грина, уравнение для навъездов Токса. Получается система двух связанных нелинейных уравнений. Полная аналогия здесь с квантовой теорией поля, где тоже самое существует система нелинейных уравнений. Проблема в том, что малого параметра в этой задаче нет. Но ты говоришь при этом и для трехмерной, и для двумерной задачи. Да. Это одна техника. Диаграммная техника обязательно с размерностью пространства. Просто в двумерном случае там появляется дополнительный интеграл движения и дополнительный спектр. Так оказывается, что проблема колмогорского спектра была актуальна в 80-е годы прошлого столетия. И в основном была продвинута благодаря группе товарищей из Новосибирска. В первую очередь Захаровым, Львовым, Кузнецовым. Захаров именно предложил метаструктуризацию интеграла столкновений, которая позволяет получить точное решение и уравнение для слабой турбулентности. Оказывается, что и в теории сильной турбулентности можно приближенные, конечно, уравнения в втором порядке по взаимодействию привести к виду, который имеет вид кинетического уравнения для слабой турбулентности. И тоже, используя метаструктуризацию, найти закон 5 третей как точное решение этого уравнения. Но получается кинетическое уравнение тоже в отличие к 4-х волновым взаимодействию. Хотя турбулентность сильная, а вид у него такой же. Почему так получается? Нет, она не 4-х волновые, а 3-х волновые. Тут был приведен закон для нераспадного законной дисперсии, но существуют и другие кинетические уравнения, где интеграл столкновений содержит не кубичные по числу частиц, а квадратичные слабая, и там решаются какие-то... И там тоже можно для сильных уравнений? Да, для сильных уравнений, да. Но это уже не Захаровский результат. Нет, Захаров сделал и для распадного законной дисперсии, и для нераспадного. То есть процедура нахождения точного решения кинетического уравнения а-ля Хаффельмана, хотя можно и другие привести, она не зависит от того, и для спектра распадного или нераспадного, от этого зависит число интегралов столкновений. То есть число частиц сохраняется энергии, но вот еще возможны варианты, когда он даже умерный турбулент, сохраняется, и в трофе поток, который направлен в сторону крупных масштабов, зависит в отличие от Калмогорской. Так что в свое время ребята поработали за проблем Калмогорского спектра, и в частности в свое время я тоже баловался спектрами энцетропной турбулентности и такого гида спектра для Блона-Росби, я уже нашел где-то лет 20-40 назад такого же гида. Спасибо за внимание.